Эта информация свалилась мне как снег на голову, и на целые сутки я потеряла покой. Действительно, предложение отдыхать в круизе за 50% его стоимости, а то и вовсе бесплатно, очень заманчиво, согласитесь. И здесь, конечно же, первые сомнения, которые меня посетили, в том, что это реально. В том, что это легально, в том, что это не обман, в том, что это не бесплатный сыр в мышеловке. Ну, согласитесь, очень заманчивое предложение и очень подозрительное. И я долго думала, я не спала целую ночь, и потом я задала самой себе несколько вопросов. Эти вопросы перед вами, я хочу, чтобы вы сейчас задали их себе. Как может измениться ваша жизнь, если вы все-таки попытаетесь разобраться в этом подробнее? Что произойдет, если вдруг все, что вы здесь узнали, окажется правдой? Что вы будете чувствовать, если у вас появится возможность несколько раз в году отдыхать на роскошных круизных лайнерах в окружении самых близких людей? И самый главный вопрос, чего точно не произойдет в вашей жизни, если вы не попытаетесь сейчас разобраться в этом? Вот эти вопросы я задала себе сама и не пожалела, потому что следом за ними последовало мое собственное расследование, потому что тема круизов была для меня еще новой и специально этим я никогда не занималась. И вот сейчас я хочу на ваш суд представить результаты этого расследования, ну и, соответственно, свои выводы. Итак, первое, что я нашла, это статистику Международной ассоциации круизных линий, очень серьезной и солидной организации по круизам. И я увидела, что количество круизеров растет из года в год, неуклонно. Причем вот эти годы, они были неспокойными очень и в политическом смысле, и в экономическом смысле. Но при этом, невзирая на все кризисы, количество людей, которые отдыхают в круизах, увеличивается из года в год. И я подумала, что если уже даже на этот год 25 миллионов человек забронировали свои круизные туры, то, наверное, эта тема интересна очень многим людям. И обходить ее стороной было бы по меньшей мере неразумно. Дальше дальнейшее мое расследование касалось того, как образуются цены в круизном бизнесе, в круизной сфере. И результатом этих расследований явилась вот такая вот схема, на которой, я думаю, что, в принципе, все понятно, я ее немножечко расшифрую. Итак, на самой вершине мы с вами видим два лайнера. Ну, на самом деле их много, их несколько десятков лайнеров, которые продают круизы. Сам по себе лайнер является отдельной экономической единицей. У каждого лайнера есть свой сайт, на котором он предлагает круизные туры. Да, естественно, что цена, которую лайнер просит за круизный тур, она является минимальной. Естественно, по этой минимальной цене, схеме она обозначена как цена 1, по этой минимальной цене такой тур могут купить только крупные круизные туроператоры. Это вторая строчка в данной схеме. Круизный туроператор продает турагентству круизный тур по цене 2, которая, естественно, больше, чем цена 1. Круизные турагенты, которые уже продают в розницу эти круизные туры, имеют самую большую цену на круиз. И в эту цену, естественно, входит как прибыль самого лайнера, так и прибыль туроператора и, естественно, прибыль турагента. Я не стала в этой схеме указывать расходы на рекламу, на содержание офисов, на оплату труда людей, а их несколько миллионов, которые занимаются бизнесом в круизной туриндустрии. Естественно, что все эти расходы падают на плечи простых потребителей, нас с вами, когда мы приходим в турагентство покупать свой круизный тур. Если брать по минимуму, то цена 3, по которой нам с вами достаются круизные туры, она примерно вдвое больше, чем цена 1. На самом деле, эта разница еще более значительная. А далее у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, если один туроператор продает за год 1000 туров, а другой 5000 туров, кому из них тур достанется дешевле от производителя, от лайнера? Я думаю, вопрос излишен. Однозначно, эти туры по цене очень сильно отличаются, потому что оптом дешевле, как мы с вами все знаем. И вот здесь у меня возникла очень интересная мысль. А хотели бы люди, участники круизов, покупатели круизов, приобретать круизы непосредственно у их производителя, у лайнера, по той цене, по которой они достаются круизным туроператорам? Другими словами, хотели бы вы приобретать круизные туры минимум в 2 раза дешевле? Я думаю, что вопрос риторический. Конечно, хотели бы. Так вот, как так сделать? Если есть задача, то есть решение. Так вот, для того, чтобы нам с вами продали туры дешевле, значительно дешевле по оптовой цене, очевидно, что нас должно быть много. То есть стала задача объединить участников круизов, конечных потребителей, в некую ассоциацию, которая бы выступила коллективным покупателем или оптовым покупателем круизных туров. И на ум сразу приходит ситуация клуба. Клуб – это объединение людей по интересам, в данном случае это круизный клуб. И этот клуб представляет организацию многих тысяч, уже десятков и сотен тысяч человек, которые хотят пользоваться круизами дешевле. У меня возник следующий вопрос. А если у нас будет еще больше, сможем ли мы пользоваться еще большими скидками? Конечно же, да. Как мы с вами помним, оптом дешевле. Как же сделать так, чтобы количество членов клуба росло постоянно? Как обеспечить приток в клуб новых членов? Опять же, очевидный вопрос. Для меня, как для сетевика, он вообще очевиден изначально. Нужно заинтересовать участников клуба, приглашать новых членов клуба, приглашать своих знакомых и даже незнакомых людей в клуб. Как заинтересовать? Простыми призывами это не сделать. И самый лучший способ это сделать – это материальный стимул. Как известно, доброе слово, подкрепленное долларом, творит чудеса. Так вот, самый оптимальный вариант – это запустить партнерскую программу по принципу сетевого маркетинга, так как это сегодня является наиболее эффективным инструментом для привлечения тысяч партнеров со всего мира. Если вы заметили, сетевой маркетинг сегодня окружает нас везде, начиная от банковской сферы и заканчивая многочисленными сетевыми компаниями, которые показывают просто чудеса товарооборота. Безусловно, мне хотелось бы убедиться в легальности клуба InCruisus, потому что именно эту идею объединения конечного потребителя с целью снижения стоимости круизов клуб взял за основу своей деятельности. Я зашла на сайт InCruisus, и на сайте вот этот криншот я сделала на сайте клуба. Я увидела, что клуб имеет официальную регистрацию в нескольких штатах Соединенных Штатов Америки. Более того, клуб имеет официальную регистрацию в Международной ассоциации круизных линий – КЛИА. Меня это очень сильно заинтересовало, потому что я уже к тому моменту знала, что это очень серьезная заявка. Потому что КЛИА – это единственная международная организация, ассоциация, которая объединяет все круизные лайнеры, все компании, которые обслуживают круизные лайнеры и все компании, которые продают круизные туры. Если какой-либо из участников круизного рынка не является членом КЛИА, не входит в ее реестр, не является сертифицированным членом этой ассоциации, то всерьез на этом рынке его не воспринимают. И тут вдруг я вижу, что у нас даже есть номер в реестре КЛИА. Безусловно, мне понадобилось подтверждение. Могу сказать, что это был очень непростой путь, потому что это американские сайты. И пробраться туда было не очень легко, но я это сделала при помощи наших крутых специалистов в области компьютерных технологий. Итак, вот перед вами скриншот из сайта круизной ассоциации. И мы ввели сюда номер, указанный на сайте круизного клуба «Инкрузос». И нам открылась вот такая информация, что круизный клуб «Инкрузос» является надежным членом, доверенным членом ассоциации круизных линий. Ну и следующим шагом, конечно же, мне нужно было убедиться, какие люди стоят у руля, можно ли им доверять. Вы знаете, об этих людях вы сможете подробно услышать на специальных презентациях, которые проводятся каждый день в нашем клубе. Все эти презентации есть в записи. И наверняка в комментариях под этим видео вы найдете ссылки на эти записи. Я здесь только выставила их фотографии и небольшую информацию об основателе, директоре, президенте клуба Майкла Хатчессоне. Все люди, которых вы здесь видите, сам Майкл и члены его команды, очень известные в Америке предприниматели. Люди, которые на слуху у тысячи тысячи американцев, ну и многие из них известны далеко за пределами Америки. В том числе и о самом Майкле Хатчессоне я слышала и до этого, и была очень сильно удивлена и обрадована тем фактом, что такие публично известные и, безусловно, надежные люди создали эту систему, додумались, во-первых, до этого, и в жизни это воплотили, используя, безусловно, свои связи, свой авторитет и свои недюжинные интеллектуальные способности. Результатом всего этого явился международный круизный клуб InCruises, миссия которого на сегодняшний день сделать круизы не только более доступными и выгодными, но даже и прибыльными для миллионов людей во всем мире. Я не ставила целью в данной презентации рассказывать о маркетинге, о том, насколько это может быть выгодным и прибыльным. Все это вы сможете посмотреть в специальных видео. А моя, собственно, миссия завершена на сегодня, и в итоге я просто хочу вам предложить взвесить все за и против. Представьте себе вот такие виртуальные весы, на которые только вы можете положить то, что вам ближе. Либо свои сомнения в страхе, боязни, нежелание менять жизнь, нежелание выходить из зоны комфорта, либо свои мечты, свое время, свою энергию, свое горячее желание перемен, свое горячее желание воплотить то, о чем вы мечтали годами, может быть, десятилетиями, наконец-то в жизнь. И в итоге получить либо то, что вы имеете сейчас, понимание, что вряд ли что-то кардинальным образом изменится в ближайшие годы, либо вы сможете реализовать самые смелые свои мечты, добиться, наконец, тех целей, которые вы годами прописывали в своих блокнотах. Возможно, это даже будет осуществление вашей миссии, рассказать людям земного шара о необыкновенной возможности увидеть мир, увидеть всю красоту природы нашей планеты, отвлечься от неприятностей, забыть про болезни, забыть про бедность, реализовать свои мечты о богатой материальной и духовной жизни. Вы получите возможность прожить жизнь действительно интересную, насыщенную событиями, насыщенную новыми открытиями. Вы сможете привести в эту жизнь своих детей и своих внуков и оставить им действительно богатое материальное и духовное наследие. Либо оставить им долги, нереализованные коллажи мечты, которых у вас наверняка накопилось большое множество. Я желаю вам сделать ваш правильный выбор. В комментариях под этим видео вы найдете все необходимые ссылки, все необходимые телефоны, скайпы людей, которые вам дали это видео. И я всех тех, кто примет решение в пользу клуба Инкрузис, с удовольствием, с радостью жду вас в нашем клубе.